МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сегодня в программе. Один из самых главных человеческих гаджетов в иных мирах, марсианский ровер Аппортюнити, отметил 8 лет работы. В сервисе Яндекс.Карты появились панорамы, снятые с воздуха, пока только Санкт-Петербурга и окрестностей. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Компания Самсунг взялась троллить своего главного конкурента, Apple, при помощи рекламных роликов. Всем привет! Это Гаджиотаж на дожде. Самые свежие данные о том, что происходит в мире электронных устройств и программных продуктов. Владимир Боровой. Я уже говорил и повторю с удовольствием снова. В космос люди отправляют самые крутые на свете гаджеты. Одно из таких устройств, американский ровер Аппортюнити, отметил 8-летие работы на Марсе. Из всех устройств, что сотворены руками человека и добрались до поверхности другой планеты, Аппортюнити работает дольше всех. Его создатели любят повторять, что срок жизни роверу был отмерен в 90 дней. И именно на этот период была рассчитана его предварительная программа марсианских исследований. Когда он ее выполнил и не сломался, на Земле решили продолжать. Изучили кратер Виктория, в котором в основном и действовал Аппортюнити. Через 4 года, изъездив его вдоль и поперек, ровер направили... Через 4 года, когда ровер его изъездил вдоль и поперек и попутно обнаружил доказательства бурных водных потоков на поверхности Марса в древности, он выехал в Марсианскую пустыню и 3 года добирался до другого кратера под названием Индевр, гораздо большего. За это время его партнер, ровер Спирит, который высадился на другой стороне планеты, окончил свои дни, проработав 6 лет. Аппортюнити за 3 года проехал 34,5 километра. Такая небольшая скорость объясняется тем, что на зимний месяц он вставал на стоянку. Зимой на Марсе недостаточно солнечной энергии, чтобы бодро ползти по местности. И вот специалисты НАСА парковали ровер, переводили его в спящий режим. Аппарат только периодически подавал сигнал по радио, благодаря чему, кстати, удалось очень точно измерить скорость вращения Марса. В дороге ровер пару раз отклонялся от прямого курса, чтобы взглянуть на любопытные локации, но в итоге успешно добрался до Индевора. Произошло это еще 5 месяцев назад. И с тех пор изучает кратер поближе. По первым же исследованиям на Земле поняли, что не зря так долго добирались. Удалось обнаружить гораздо более древние породы, нежели в Виктории. Как сказал один из специалистов НАСА, Индевор — это окно в глубокое прошлое Марса. Так что ветераны Аппортюнити придумали новую программу и после зимовки отправят ее выполнять. У компании «Яндекс» прекрасная обновка. На сервере, на сервисе, прошу прощения, «Яндекс.Карты» появились панорамы Санкт-Петербурга и нескольких городов области, снятых с воздуха. По сведениям компании, все снимки сделаны с вертолета и дирижабля, которые находились в нескольких сотнях метрах над землей. В итоге получилось 165 панорамных фотографий, на которых кроме питерских достопримечательностей имеются виды Петергофа, Гатчины, Павловска, Пушкина и Шлиссельбурга. Найти фотографии можно по пиктограммам воздушных шаров на карте. Редакторы компании отобрали также 15 самых красивых панорам и выложили их в сеть в высоком разрешении. Желающие могут скачать и распечатать. Получится постер 30 на 90 сантиметров. Как известно, в картографическом сервисе «Яндекса» с 2009 года присутствует опция «Панорамы» аналог «Стрит-Вью» на картах Гугла. «Панорамы» покрывают улицы нескольких десятков городов России, Белоруссии и Украины, а в декабре компания выложила панорамные снимки трассы Москва-Санкт-Петербург на всем ее протяжении. Один из главных трендов хай-тек индустрии нынче противостояние «Эппл» и «Самсунг». Вообще, конечно, там много кто с кем бодается, но вот эти две компании привлекают наибольшее внимание. Как известно, в суде «Эппл» пока побеждает. «Самсунг» стремится отыграться в других областях. Корейская компания взялась натурально троллить конкурентов посредством рекламных роликов. На первый взгляд выглядит все невинно – демонстрация возможностей флагманского телефона Samsung Galaxy S2, но вот в сюжете клипов рано или поздно возникает отсылка к продукции «Эппл». Первый подобный заход был сделан в ноябре 2011-го, на YouTube появилось несколько роликов, самый популярный из них набрал больше трех миллионов просмотров за неделю. В нем один из персонажей, в частности, заявляет, что не купит Galaxy S2, потому что считает себя креативным. В январе Samsung выпустил следующую порцию рекламных видео, где прошелся по платности большинства приложений в App Store и по любителям занимать многочасовые очереди за гаджетами, а также сделал попытку запустить интернет-мем. «Сэмсунг» – это можно перевести как «самсунгнули». Ну, понимаете, его, ее, их, самсунгнули в таком духе. Интернет-общественность немедленно отреагировала в своей обычной манере. В Твиттере появился фальшивый аккаунт официального представительства Samsung в США, и в нем стали публиковать фототехники корейцев, которая похожа на «эппловскую» с подписями наподобие. Смотрите, они все «самсунгнули» у Apple. Кстати, компания Тима Кука на все эти выпады традиционно не реагирует. К регулярным обзорам новинок в магазинах приложений для iOS и Android скоро придется прибавлять такую же регулярную рубрику «Приложения в Facebook». Их становится все больше и больше, только на этой неделе Samsung, прошу прощения, Facebook объявил о 60 новых. Ну и вот среди них начинают попадаться действительно полезные. Небольшая компания Aviary, у которой на одноименном сайте имеется весьма приличный онлайн-новый графический редактор, сделала его Facebook-версию. Теперь обрабатывать фотографии можно, не выходя с сайта любимой социальной сети, причем использовать как уже загруженные изображения, так и новые, которые после редактирования сохраняются в отдельном альбоме. Придумка очень своевременная. Как известно, в Google Plus с недавних пор действует очень приличный фоторедактор, который понравился пользователям, а вот у Facebook с такими инструментами до сих пор известная напряженка. Один мой знакомый фотограф из-за этого большинство своих работ там не публикует, а идет прямиком к конкурентам. После появления Aviary мой друг, возможно, передумает. Одна любопытная деталь. У Google есть свой онлайн-редактор фотографий под названием «Пикник». В связи с успехом фоторедактора Google Plus проект в апреле закрывается. Так вот, приложение Aviary сделано ровно на том же движке, что и «Пикник» и обладает практически тем же функционалом. Можно ожидать, что многие осиротевшие пользователи «Пикник» будут искать утешение именно в объятиях Aviary и пополнят многочисленную и активную аудиторию в Facebook. На этом у меня пока все. Завтра в это же время продолжим изучать электронную среду, в которой теперь живет человечество. А заодно подведем итоги Facebook-опроса на тему вреда смартфонов. Так что оставайтесь на дожде, и вы ничего не пропустите. Пока! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова